Идеальная свадьба. У каждого она своя. Мы выбрали пару, которая не побоялась готовиться к торжеству буквально на глазах телезрителей. Молодожены и по совместительству наши ведущие Анна Бережная в девичестве и Олег Данилевский во всем помогают жениху и невесте. Все сложности и нюансы подготовки, ответы на волнующие вопросы и, конечно, результат. Свадьба мечты Евгения и Ксении в реалити-проекте 9,5 месяцев. Олежка, знаешь, куда мы сейчас пойдем с тобой? А, то есть мы не просто так гуляем? Нет, мы не просто так гуляем. Мы с тобой идем покупать кольца. Кольца? Кольца. Интересно, кому? Ну, а как ты думаешь, кому? Ну, точно не мне. Ну, на самом деле, как ты подумал, мне, но нет, не мне. Хотя я уверена, что ты именно так подумал. Мы идем покупать кольца с Женей и Ксюшей. Посмотрим, посмотрим. Посмотрим? Пойдем. Субтитры сделал DimaTorzok Олег, я себе тут уже пару колец присмотрю. Давай забудем такие слова. Олег, Олег, привет. Привет. Тут вы прям не вовремя, потому что я почти уговорила Олега купить мне пару колец. Ну, значит, мы вовремя пришли. Конечно. Мужская солидарность. Естественно. Ну, вы, безусловно, знаете, зачем вы сегодня пришли. Да, конечно. Вы сделаете то, чего не сделала я. Вы сегодня выберете свадебные кольца. Свадебные я выбрала, имею в виду, не выбрала. Другие последующие, но не судьба. Вот, ребят, сегодня существует несколько видов приобретения обручальных колец. Стандартный совершенно классический вариант – это когда вы приходите в магазин и выбираете из того, что есть. Но это не всегда удобно, потому что хочется какой-то оригинальности, хочется чего-то интересного, современного. Увы, не все магазины сегодня предоставляют такой ассортимент. Второй вариант – это частная ювелирная компания-студия. Когда вы приходите, показываете, как правило, картинку. Мы хотим такие и такие варианты. Но здесь тоже есть свои минусы, потому что далеко не всегда вам сделают то, что у вас на картинке. То есть можно, как говорится, так вот в мешке в каком-то смысле. Но в час вы сейчас пришли или нет? А вы пришли в самый классный вариант, на самом деле. Вы пришли в бренд, наш плодивостокский бренд. Это замечательная ювелирная студия «Апрель». Вот некоторые колечки здесь представлены, сейчас их видите. Но это не обручальные кольца, это просто повседневные красивые варианты. А я вас сейчас познакомлю с ювелирами, которые помогут вам подобрать вашу обручальную пару. Вау, замечательно. Я думаю, вам не терпится посмотреть. Пойдемте. Конечно, Ксения вообще хотела с самого первого дня проекта именно эту студию. Я надеюсь, мне тоже что-нибудь сегодня все-таки достанется. Пойдемте. Ребята, проходите. Первым делом я хочу вас, наверное, познакомить. Это Данил, это Полина. Очень приятно. Они помогут вам, собственно говоря, в выборе обручальных колец. Вы сможете задать все необходимые вопросы, а сможете, в принципе, и не задать. Я не знаю, как у вас там все это дело пойдет, либо не пойдет. Разберемся. По ходу вопроса. Я бы с удовольствием оставил бы с вами Анну, для того, чтобы она не могла выбирать там кольца. Так я могу выбрать здесь. Тогда нет смысла ее оставлять. Я ее забираю и не будем вам мешать. Нам очень приятно, что вы к нам обратились за обручальными кольцами. Хотели бы у вас уточнить, может быть, у вас есть какие-то предпочтения, какое-то видение по поводу дизайна, по поводу материала, из которого вы хотите видеть ваши кольца? Нам бы хотелось что-то необычное, но в то же время такое простое, красивое. И мы уже на некоторых вариантах, конечно, остановились. Интересует, какой драгоценный материал. Металл лучше всего использовать. Еще мы читали, слушали, что можно гравировку сделать. Что-то тоже интересует. Мы для вас приготовили нашу коллекцию обручальных колец разного дизайна, но все они отвечают нашей концепции, нашей философии, в нашем подходе к изготовлению украшений. Это минимализм, но в то же время он достаточно интересный и не перегружен какими-то сложными формами, какими-то там обилием, россыпью камней. Вы можете ознакомиться. Также здесь представлены кольца из белого металла. Также можно сделать из желтого золота, рыжего золота и, собственно, белого золота. Это только белое, да? Да. Сейчас представим. Это все белое золото? Да. Нет, это сейчас вообще из серебра. Это для примера мы делаем обручальные кольца. Ну вот как будет примерно выглядеть, да, из золота? Да, это желтое золото. Это да, это желтое золото. Из белого золота, оно примерно так же выглядит, как из серебра. Давайте же примерять, да, наверное. Да. Вы сказали, что хотите что-то лаконичное, прям лаконичное-лаконичное, простое, да? Мы уже давно определились на самом деле на каких вариантах, просто у нас сейчас спор либо шершавый, либо гладкий. Нам нравится вот эта данная модель и вот эта. И вот у нас вот спор шершавый, будет ли оно натирать со временем кожу или нет. В принципе, выглядит оно очень красиво и необычно. Это колечко, сколько у нас вам заказывали, оно ни разу не натирало, то есть таких отзывов не было. Вы можете примерить. Попробуй. А надо размер сначала узнать. Ну, ты так, на мизинец. Да, просто прикинь. Могу не снять, придется так уходить. На мизинец. У нас есть способ отрубить палец. А что-то именно на ту руку. В любом случае, да, все обручальные кольца, когда вы выбираете, надо примерять, смотреть, как они вообще у вас смотрятся на руке. Если, допустим, вы любите носить в повседневной жизни украшения, и если это серебро, то вам подойдет больше белый цвет, белый цвет металла, соответственно, белое золото. Если вы больше любите золотые украшения в повседневной носке, тогда выбор может пасть на желтое, либо рыжее золото. В зависимости от того, какое вы любите больше. Надо еще, чтобы комфортно было, потому что ежедневно носить все. Кстати говоря, вот эти два дизайна, их можно сочетать между собой. То есть, к примеру, мужской вариант, вот это колечко первое, то есть без текстуры. А у Ксюши, к примеру, может быть вот это. А я наоборот хотел вот это, а у Ксюши чтобы было. Ну, хотя на самом деле вот это удобнее носить. С непривычки, когда одеваешь, кажется, что шершава натираем чуть-чуть. Как тебе такое? Вживую, если ты тону по-другому смотрится. Меня зали на сайте. Это мне что-то как-то. Выбрали? Правда, не на ту руку. А с гравировкой что, как мы... Да, где гравировка будет наноситься? На обратность. Гравировку, ну, естественно, надо будет наносить на внутренней поверхности, так как внешняя поверхность уже занята текстурой. Вот, и гравировку можно сделать, в принципе, любую, что захотите. У нас делали пара гравировку отпечатки пальцев своих. Даже такое можно, такие тонкие детали. Гравировка наносится лазером, и детализация там очень высоты. А часто это используют вообще гравировку, как она актуальна, или... Это... Ну, вообще-то как-то виланевая. Да, как бы нет такого, если можно так сказать, тренда в гравировке. Тут только ваше желание, если вы хотите. Главный вопрос. Вот мы, если будем у вас заказывать кольца, сколько по времени они будут изготавливаться? Изготовление комплекта обручальных колец в две недели. Не важно, золото, там, белое золото, без разницы, да? Не важно, без вяленного. С гравировкой тоже две недели все, да? С гравировкой чуть подольше, там, еще плюс 5-3-5 дней. Примере 2. 102. Ну, я уже 9 месяцев вот это представляю кольцо, поэтому... А я почему-то то представлял 9 месяцев. Вот я не знаю, как так получилось. Вы можете сочетать разные текстуры. Так, Чун, именно ты хочешь, чтобы было два одинаковых? Да. Мы так необычно смотримся? Нет, нам надо одинаковые. Значит, надо подумать пару дней. Главное размеры еще. Для точного измерения размера есть специальный прибор, называется пальцемер, нехитро, так? С помощью него мы сможем измерить ваш точный размер и не ошибиться при изготовлении колец. Давайте начнем с... У вас есть такой маленький? Конечно. Самый последний размер будет. Небольшего? Нет, небольшего точно. Я думаю, она может быть даже и побольше. Есть такой интересный момент. Летом, вечером, либо после тренировок, пальцы имеют свойство опухать. Эти как? А зимой, наоборот, они сушатся и становятся меньше. То есть, если летом делать замер, то лучше, чтобы измерительный прибор или колечко, если вы его меряете, было прям вплотную. Потому что зимой оно будет немножко свободно. Так что, я думаю, вот этот размер ваш, 15,6. Думаю, что вот этот размер. Какой? 19,7. Не 18. Я оценила все. Итак, мы знаем теперь ваши размеры, ваши предпочтения по обручальным кольцам. И в течение двух недель вы получите свои кольца. Слушай, Олег, а вот покупка обручальных кольц – это же очень важное событие. Поверь, Аня, сегодня у наших ребят будет событие намного важнее. Какое-то интересно. Тебе Женя, наверное, по секрету что-то рассказал? А вот сейчас узнаешь. Мы, как будущая молодая семья, уже задумывался о собственном жилье. Вы нам подскажете? Может, есть какие-нибудь скидки для молодоженов? Да, конечно. У нас сейчас в пригороде Владивостока строится новый жилой комплекс академический. Скидочные условия предусмотрены на первоначальный взнос. Если вы берете ипотеку в банках наших партнерах, то на первоначальный взнос мы даем скидочку в размере 50 тысяч рублей. Но если же вы будете сотрудничать со Сбербанком, а у нас с ними совместно разработана программа субсидирования ипотечной ставки, там вообще очень заманчивые условия. То есть на покупку квартирки в нашем жилом комплексе Сбербанк дает ипотечную ставку в размере 8,4% по ипотеке. При условии регистрации договора долевого участия через сервис Сбербанка. На данный момент это самая низкая ставка по ипотечным продуктам. А первоначальный взнос какой он должен быть? Первоначальный взнос у Сбербанка, он где-то порядка 15% сейчас. А сколько у вас примерно однокомнатная квартира стоит? Однокомнатные квартирки в нашем комплексе от 2 млн 950. Это сколько квадратных метров? Это 29,5 квадратных метров. С балконом? Все квартирки, все идут с лоджиями. А как ты прямо мечтаешь? Да. Только балконы. Наш комплекс находится в пригороде с очень уникальным микроклиматом. Это лесная зона рядышком. Будет комплекс в этом отношении достаточно интересный, потому что будет закрытая территория, благоустроенная, с хорошей детской площадкой, сразу с паркингом. Паркинг будет как преддомовой свободного типа, также и рядышком пятиуровневый паркинг открытого карусельного типа, неотапливаемый, охраняемый. Места там также выкупаются отдельно в собственность, как и квартирки. А вот мы слышали, что можно не ехать прямо сюда смотреть, а где-то вот онлайн, через сайт посмотреть все. Да, конечно, у нас очень информативный сайт, жкакадемический.рф, можете пройти туда, там полностью есть все фотоотчеты, видеоотчеты, также более подробные планировочки квартир. То есть вы можете пройти на сайт, ознакомиться с ценовой политикой, выбрать этажность, которая вас интересует, площадь квартирки, и забронировать прямо с сайта. А такой еще вопрос, не знаю, актуальный он или нет. На вашей территории там будут предусмотрены детские сады. На территории жилищного комплекса у нас во втором доме, первый этаж полностью будет детский садик коммерческий. Будет сдаваться он полностью укомплектованным, то есть уже полностью готовый детский садик. А в первом доме будут коммерческие помещения. Это продуктовый магазин, аптека и тренажерный зал. То есть все, что необходимо для комфортного проживания, все будет там, на месте. А строительство там уже идет? А когда закончится строительство, когда можно будет? Стройка у нас рассчитана до конца 2018 года. То есть к концу 2018 года мы эти два дома поставим. Строятся они параллельно и сдаваться будут как единый комплекс. Акт ввода мы будем получать в первом квартале 2019 года. То есть буквально через полтора-два года эти два дома уже будут стоять. То есть уже можно заезжать, делать ремонт и... Да, да. Как только мы получаем акт ввода, мы вам передаем квартирку, можете делать ремонтные работы и уже заезжать. Вблизи комплекса не предусмотрено никаких многоэтажных построек. То есть не будет. Поэтому уже начиная с этажа третьего открываются очень красивые панорамные виды на бухту Амурского залива, на лесной массив, на город, потому что сам комплекс расположен наверху. Сопочки. По сути, ничего не препятствует. Ну-то здорово так жить, да? Город, прям такая природа, всё. Да. Причём уникальность комплекса ещё заключается в том, что сам процесс стройки, вообще все инженерные системы высокого качества, мы работаем только с проверенными европейскими производителями, стены комплекса, стены домов будут монолитные, железнобетон залитый без стыков. То есть в будущем это убережёт от протечки стен. Стены утеплены и помимо утеплителя ещё проложены влаговетрозащитной плёнкой. То есть не будет ни грибка, ни плесени, которая... У нас город у моря, туманы, влага, дожди косые. То есть это всё продумано, предусмотрено. Если же вам, допустим, квартирка нужна большой площадью, потому что у нас в комплексе запроектированы квартиры, студии 29,5 квадратов, однокомнатные 41-43 квадратных метра и двухкомнатные 51 и 59 квадратов. Но если нужна площадь большая, допустим, там до трёхкомнатной квартирки и более, то у нас на этапе строительства есть возможность объединения квартир в любых вариантах. У нас минимальная черновая отделка, это стяжка на полу, квартирки все свободной планировки, хорошее остекление, окна будут стоять именно предусмотрены для нашего влажного климата, двухкамерный стеклопакет. Все лоджии застеклены у нас с красивым витражным остеклением с потолка до пола. Там будет алюминиевый профиль и утеплённое уже двойное стекло стоять. Ну и, собственно говоря, стены, санузла и коммуникации трубы будут проложены. Электрощиток, проводку вы сами будете по проекту делать. Хорошая наша отечественная дверь входная с домофоном, 4 лифта, дома большие, по 228 квартир в каждом доме. Теперь осталось выбрать такую квартиру, квартиру. И на каком этаже. Думайте, решайте, приходите, будем бронировать. Бронь у нас на две недели абсолютно бесплатна, ни к чему вас не обязывает. Закрепим за вами выбранную площадь и её стоимость. А уже совсем скоро состоится самое главное событие – свадьба Жени и Ксюши. Следите за финальными этапами подготовки и все серии можно найти на сайте 8 канала. До скорой встречи! Партнёр выпуска – компания-застройщик «Ренессанс Актив». Гуам – одно из лучших мест для романтического путешествия. Мир сказочных закатов и волшебных пляжей. Мелодия любви для двух сердец, бьющихся в унисон. Влюбляйтесь и приезжайте на Гуам. Приезжайте и влюбляйтесь сильнее. Играет музыка Субтитры создавал DimaTorzok